Итак, сегодня мы с вами продолжаем говорить про регулярные выражения. В прошлый раз мы обсудили базовый синтаксис, квантификаторы. Также мы с вами познакомились с одним из видов группировок, а именно с захватывающими скобками. К слову, вопрос, почему их называют захватывающими? Потому что они также содержатся в результатах поиска. Как дополнительный результат. Помните этот момент? Вот этот самый важный момент. Почему захватывающий? Потому что то, что взято в них, будет найдено отдельно. И этот фрагмент текста можно будет получить. Вот таким вот образом. Хорошо. Второй момент. Мы с вами говорили о том, что квантификаторы бывают не только жадные, они еще бывают ленивые и сверхжадные. И мы познакомились только с жадным вариантом. Так? Сегодня мы обсудим, чем они отличаются. Здравствуйте. И сегодня мы обсудим, как именно реализуются другие варианты. Понятно? Есть ли тут вопросы? Вопросов нет. Хорошо. Значит, давайте перейдем в PHP Storm. У меня здесь есть индекс PHP. Вот, собственно говоря. Мы здесь игрались. И сейчас мы еще поиграемся. То есть, напишем какое-нибудь простое регулярное выражение. Ну, перед этим напишем какую-то строчку. У меня будет строка S, в которой будет написано hello world, запятая, hello people. И продолжим говорить о группирующих скобках. Итак, я делаю здесь переменную, которую называю pattern. Pattern это, собственно говоря, сам шаблон регулярного выражения. Рекомендую для него использовать именно одинарные скобочки, не двойные. Потому что они не требуют экранирования. Ну, давайте я покажу разницу у двойных и у одинарных, чтобы вы просто понимали на будущее. В двойных, если я хочу написать, например, slash s, мне необходимо написать вот так вот. Slash, slash s. Понятно? Потому что slash требует экранирования в двойных скобках. Понятно в этот момент? А если я использую одинарные, то мне нет необходимости экранировать вот этот вот slash. Вот в чем преимущество при написании регулярного. Так, понятно в этот момент, да? Ну, так вот. Я сделаю такое выражение. H Какие-то два, ну, два любых символа. Например, slash v, slash v у нас будет. В любом количестве. И slash b. Slash b, помните, что это? Граница слова, да? Можно, кстати, не так. Давайте. H, любая последовательность символа в slash v плюс, граница слова. То есть мы захватываем вот эту последовательность. Если я делаю следующее. Я делаю preg match. И сюда передаю что? Передаю нашу паттерн. Передаю нашу строку s. И передаю массив для результата. Fres я его назову, да? И сделаю эхо. При. Понятно, что я делаю, да? Да? И сделаю здесь принтер. Выведу нам наш рез. Давайте откроем эту страницу в браузере. Так, я не открыл xamp, но оно должно запуститься, если мы сделаем правой кнопкой. И нажмем здесь run index.php. Запустил как javascript. Молодец. Молодец. И такое бывает. Что тут javascript? Там везде видите javascript-овский вариант. И save. Ну, да ладно. Мы тогда сделаем проще. Мы все-таки запустим xamp и откроем браузер. Так, xamp, xamp, xamp. Это пятый. А, справа. Вот наш 7-й xamp. Открываем, запускаем Apache, сворачиваем. И здесь вводим 127.001. Как видим, у меня два результата. Hello, что вполне ожидаемо, да? Давайте посмотрим на шаблончик рядышком. Видим у меня h. Любая последовательность букв в конец слова. Hello подходит под это? Подходит. И еще есть один результат. Yellow. Что это за результат? Это та часть, которая взята в круглые захватывающие скобки. То есть, они могут использоваться для группировки. Но помимо этого, они также находят те части, которые в них взяты. Для того, чтобы скобки сделать не захватывающими, а просто группирующими, а здесь необходимо поставить еще знак вопроса и двоеточие. Внутри этих скобочек, в самом начале, знак вопроса и двоеточие, означает, что это не захватывающий... Значит, без двоеточия. Значит, без двоеточия. Ага, HP не поддерживает, разу. Давайте RGXP Online, на крайний случай. RGX101 проще всего вот так. И перепроверим. Вот наш текст, да? Вот наша регулярочка. Знак вопроса и двоеточие. Что-то я правильно вначале писал. Но в PHP, судя по всему, эта конструкция у нас не поддерживается. Интересно, правда? Стоит режим PHP. Пересохраняем, обновляем страницу. Вот, теперь работает. Как такое может быть, интересно? Как такое может быть? Ну да ладно. Может, где-то что-то по-другому написал сначала. Или я написал двоеточие знак вопроса? Нет, это вопрос. Так я писал, да? Странно. Но вы видите, что теперь произошло? Теперь эти скобки были использованы лишь для одной цели. Для какой? Группировка. Абсолютно верно. То есть, вот эта вот последовательность вначале говорит о том, что скобки не должны быть захватывающими. Хорошо. Кроме этого, есть такое еще понятие, как атомарные, собственно говоря, скобки. Пишутся вот так. Как видим, в нашем случае не работают. Ничего не находят. То есть, на запись такая есть. У меня здесь есть для вас заготовленная где-то, 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 где-то картиночка. Где-то. Ключевой момент. По-моему, в изображениях. Да, да. И давайте посмотрим на них. То есть, видите, у нас есть группа без обратной привязки. То, что я вам показал, да. И, собственно говоря, атомарная группировка. Вот такая вот запись. Я, по-моему, знак не в ту сторону поставил, что мне так кажется. Да? Да, да, да. Немножко не та форма записи. То, что я написал, тоже есть. Но то отдельная история. Сейчас мы о ней тоже поговорим. Все находит. Разница в чем? То есть, это просто группа. Но речь идет о том, что когда мы используем или в группах, они ведут себя немножко по-разному. Если мы используем вот такую группу с или, то он находит начало совпадения. Ага, это оно. И, соответственно, не возвращается обратно и не меняет совпадение, если дальше пошло что-то не так. Это если у нас... Пфу. Сказал, сам забыл, что сказал в начале. Ладно. Если у нас простая группировка. Давайте так. Мы смотрим. A, B, C, 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 да. Идет у нас. Он находит, допустим, A, B, C. И смотрит. Дальше идет C. Вроде как совпадение есть, но совпадение он здесь не найдет. Вернее, не так, найдет. Не нашел, да. Не нашел совпадение. Смотрит. А второй вариант группы есть у нас? Есть. Может у нас буква B подходить. A, B, C, C. Подходит, да? Но если мы будем использовать вот такую вот группировочку, то он поступит по-другому. Он смотрит A, B, C. Пошло C. И понимает, что... А не. Не подходит. А назад возвращаться в другую группу пробовать уже не будет. Понятно? Ну, то есть, если это группа без обратной связи, он нашел одно совпадение, например, A, B, C. Смотрит дальше. Не подходит, да? То есть, A, B, C есть. То есть, с группой совпадения. А потом он проверяет, совпадает ли дальше. Не совпало. Попробует другой элемент группы. Если у нас атомарная, то он попробовал первую, она подошла, вторую он пробовать вообще не будет. И не будет возвращаться обратно, чтобы попробовать ее снова. Ясно? А если первая не подошла, а он будет вторую пробовать? Ну, конечно. То есть, видите, вот здесь как раз пример приведем, что он найдет здесь A, X, C, C. А A, B, C, C не найдет. Вот здесь вот. A, B, C, C не найдет. Почему не найдет? Потому что он попробовал, A, B, C подошло, да? И потом две буквы C, а у нас только одна. Значит, не подходит. Ясно? А так, A не подходит, не подходит, X. Ага, оно, C, C, A, X, C. Ясно? Ну, непонятно. Ну, так B обычно. B одинаково подходит. Понятно, что первый вариант ему не подходит, да? А он не будет пробовать второй, если первый подошел под вот эти скобки. Вот в чем подвох. То есть этот попробует. Тут он все три переберет. Тут он в... Ну, смотрите, давайте разберем, пока нет вот этих C, C. Как оно себя ведет? Оно смотрит A, B, C подходит. Вот, A, B, C получилось. Замечательно. Идем дальше. Ага, C, C идет. Не подходит, да? Хорошо, тогда пробуем A, B. Понятно концепция? То есть он будет пробовать другие. В этом случае, когда у нас со знаком больше, он проверяет A, B, C подошло, значит, эту часть мы уже не трогаем. Понятно? То есть мы к ней уже никогда не возвращаемся, если она подошла. И у нас C, C не подходит. У нас нет A, B, C, C. Поэтому он их не находит. Зато у нас есть A, X, C. Он говорит A, не то, не то, X. Ага, но A, X, C, C. Подошло. Понятно концепция теперь? То есть вот в чем разница вот такой группы и вот такой вот группы. То есть один откатывается назад для повторной проверки, другой нет. Кроме этого, у нас есть группы с опережением и с отставанием, так сказать. Тоже интересная вещь, очень полезная. Тут опять же есть картиночка заготовленная. Вы их легко найдете в интернете. Но она просто очень хорошо демонстрирует, собственно, то, как это будет работать. Знак вопроса равно шаблон. Вы видите, позитивный просмотр вперед. И вот пример. Людовик, вслед за которым идет 16-й. То есть найдет Людовика такого, после которого идет 16. Он не находит вот эти 16. То есть это как бы мы говорим, что там впереди должно стоять вот это. Тогда ищи. А если впереди не стоит, тогда не ищи. Понятно? Это для того, чтобы ненужную часть из регулярного выражения можно было исключить в конце, например. То есть находим таких Людовиков, после которых идет 16. Но мы находим самих Людовиков. Ясно? И негативный просмотр вперед. Это значит тот, после которого не идет. То есть такой Людовик, после которого не идет 16-й. То есть находит всех Людовиков, после которых не идет 16. Вот эти вот. Ну понятно, что здесь вот 16 было, а потом просто еще мусор, так сказать. Понятно? Просмотр назад. То есть с отставанием, как я сказал. Находит такого Иванова, перед которым Сергей и пробел. Ясно? А это находит такого Иванова, перед которым не стоит Сергей. А если вы посмотрите, опережение идет без знаков. То есть равно восклицательный знак, да? А отставание идет со знаком назад, как бы показывает. Посмотри там перед нами. Вот такие вот еще бывают группы. Это не захватывающие группы, опять же. Захватывающая только одна, которая без ничего, которая просто круглые скобочки. А вот такие группы, они просто, как бы, служат для соответствующих целей. То есть в этом случае, как бы, просмотр вперед-назад, как вы видите, да? В предыдущем случае, соответственно, это не захватывающая группа просто, но с разным поведением. То есть с откатом и без отката назад. Тоже важный момент, который все-таки следует отметить. Какие есть вопросы по этому поводу? Никаких? Что понятно? Да? Ну тогда или нет? Нет, да. Значит, вы можете взять на практику. Так. Ну давайте так. Раз вы все поняли, да? Вы меня так утверждаете. То вы мне сейчас расскажете, что мне сейчас найдет это выражение. Что у меня будет в результате? Можно показывать. Так что у меня будет? World и people, да? А по каким соображениям people? Нет, так мы же ищем world. То есть мы говорим, такой world, перед которым идет hello пробел. А если бы не было, то что больше? А, в смысле здесь? Да ничего бы не нашло. Ничего бы не нашло. Ну так здесь же ничего нету после этого. Мы ничего не ищем. Мы здесь можем сделать вот так вот. Слэш W плюс. Вот это уже интереснее, да? То есть тогда у нас на самом деле два результата. Но опять же находит world. А вопрос, почему world? К вам вопрос. Вы же внимательно прошлую лекцию слушали, да? А может все проще? Может потому что здесь прогмач? Да, наверное нужно использовать прогмач all. Прогмач all. И тогда у нас будет соответственно и world и people. То есть ищем такое слово, перед которым идет слово hello. Понятно концепция? Сложно? Абсолютно. Я тоже так считаю. Это хорошо. А что если я вот это... А, ладно. Я думаю тут понятно. Тут понятно. Давайте по-другому. Так. Не так я хотел. Что найдет данное выражение? Ну, два раза найдет hello и захватит EL. Если я вот здесь поставлю двоеточие знак вопроса, то что? Да нет. Да. Да, знак вопроса двоеточие. Да-да. Так, вопроса двоеточие, то что? То просто hello. То есть тогда мы не захватываем. Ну, а вопрос. А что будет, если я сделаю вот так? Что-то не то, мне кажется. По-моему, правильно. Ну, по-моему, правильно. Ну, что найдет? Ничего не найдет. Ничего не найдет. Почему? Ага, то есть он берет первое. H, E, L, L. Нашло. И получается, что она с тремя буквами EL не будет. Да, абсолютно верно. Если бы здесь было O в конце, все бы нашло. То есть вот так найдет. Понятно, да? Вопрос. А вот так что-то найдет? Да, оба hello найдет. Ну, видите, теперь H. Первое совпадение EL совпадает. Да? И low в конце. Все правильно. То есть идея в чем? Вот такие вот, еще раз напоминаю. Когда здесь знак больше, знак вопроса больше, то что означает? Что мы будем двигаться только вперед. Ну, то есть не вернемся к этим скобкам снова. И если мы нашли совпадение, например, EL, оно у нас совпало действительно с EL, то мы уже не будем идти назад и менять на ELL. Поэтому H, E, L, low. Все замечательно. Hello. Ясно? Замечательно. Со скобками разобрались? Хорошо. Хорошо. А теперь будем говорить про жадность. Жадность очень интересная все-таки вещь. Я делаю так. Точка это что такое? Любой символ, да? Любой символ. В любом количестве. Пробел. Любой символ. В любом количестве. Что мне сейчас найдет? Да? Уверены? А я думаю, у меня найдет всю строку. Давайте обоснуем, почему так. На самом деле я здесь плохой пример привел. Здесь надо было слэш В плюс. Вот так. Но все равно найдет всю строку. То есть смотрите. Он работает как? Под точку подходит все. Это жадный квантификатор. Как он работает? Он пытается захватить максимум. Под него подошло все. Под точка плюс. Да? Плюс жадный. Потом он смотрит. У нас что-то осталось. Слэш С. И возвращается так, чтобы было где слэш С развернуться. То есть дошел сюда. То есть теперь у нас. Что ж такое? Вот это выделено. Оставил слэш С место для развернуться. Совпал слэш С. Так. Совпал слэш С у нас. Что ж такое? Совпал слэш С. И остается слэш В плюс. А это у нас People. Все замечательно, да? Теперь давайте из этого квантификатора сделаем ленивый. Посмотрим, как работает лентяй. Для этого достаточно после жадного квантификатора поставить знак вопроса. И он тут же разленится. И у нас будет целых два совпадения. Hello World. Как он работает? Он идет, 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 идет. О, говорит. Пробил. Пробил, работай сам дальше. Вот пробил слэш С наш. Да? И теперь здесь работает уже пробел. Пробельчик. Так. И слэш В плюс ворлд. Вот оно у нас есть. Тут понятно? И вот оно найдено. Следующая работа. Опять точка плюс. Вот я нашел запятую, а дальше есть пробел. Пробел работай. Пробел отработал. Слэш В плюс отработал. А пробел не подходит под слэш В плюс, да? И получилось вот это. Вот оно у нас есть. Ну, а дальше уже негде искать. Потому что, да, это любой символ. Вот оно дошло до конца. Чтобы поставить место пробелу. Но нет. А если здесь звездочку поставим, к слову, вместо плюса. Здесь звездочку. Тогда у нас будет целых три совпадения. Ну, потому что ноль тоже что-то, да? Понятна разница между жадным и ленивым? И теперь, как сделать из жадного ленивый? Поставить после него знак вопроса. Ленивый почему ленивый? Потому что он не пытается взять много. Он берет минимум. Ему лень далеко идти. Он оставляет следующему квантификатору поработать. Вот такой вот момент. А что такое сверхжадный? Чтобы сделать из квантификатора сверхжадный, после него нужно поставить плюсик. Как вы думаете, что здесь найдется? Ничего не найдется. Знаете почему? Он сверхжадный. Он говорит, подходит, 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 подходит. Все мое, никому не отдам. И вот и все. Строка закончилась. Назад не пойду. Хоть тресни. Понятно? И под слэш S, под слэш W плюс, мне просто не остается символов. Поэтому здесь нет совпадения. Как я сидел, почему-то он не отображает. В принципе, почему? Он забирает. Он же какой-нибудь не удаляет. Он забирает. Но он не дает другим работать, который перед ним идет. Он уже забрал под себя. То есть он здесь остановился. А теперь нам нужно еще пробел. И еще нужна куча любых символов. Ясно? Вот такой вот момент. Камерный. А где он набрать, как это меняется? Это редкое явление. Это редкое явление. Но все-таки иногда бывает. Вы почувствуете сами, когда он будет нужен. Но нужен он тогда, когда нам нужно, чтобы первый квантификатор по-любому захватил все, что под него подойдет. Вот и все. Вот и все. Так. Есть ли тут вопросы все-таки? Первые два нужны намного чаще. Первые два используются повсеместно. Вопросов нету, да? Вопросов нету. Хорошо. Это очень хорошо. Тогда я ставлю запись на паузу. Вопросов нет. Вопросов нет.